Имеются признаки по вашим действиям преступления служебного подлога и превышение должностных полномочий в курсе? Нет, не в курсе. Ну мы не с вами взаимодействуем сейчас. Вы зачем? Вы вступиться хотите или что? Ну тогда если у нас будет вопрос, мы вам зададим. Вам не стыдно служебный подлог было совершать? Я действовал, согласен. То есть можно человека оформить, который не управлял средством? Управлял? Да. Атаку бардак у вас? Ну наведете? Здесь я работу не дам. Будет подано в Следственный комитет заявление по факту имеющегося признака преступления должностных вот этих вот лиц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 И я думаю, по этому поводу необходимо будет обратиться и в Следственный комитет. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Наумов, я так понимаю, вы, да? Я Наумов. Вы Наумов. А вы его напарник? Полозов. Полозов, отлично. Вам известен этот гражданин? Конечно. Известен. При каких обстоятельствах познакомились? Составляли материал по 12-8-6-1. Так. В курсе, что имеются признаки по вашим действиям преступления служебного подлога и превышения должностных полномочий? В курсе? Нет, не в курсе. Не в курсе. Как так, не в курсе, если вы совершали эти действия? Мы действуем согласно... Чего? Ваши попрощения, а вы с какой цель снимаете? Я являюсь группой управления ДИБДД. Моя фамилия Чехов, Владимир Александрович. Так, очень приятно. С какой целью вы? Ну, мы сейчас, наверное... А что, нельзя нам? Нет, съемки можно. Пожалуйста, но если вы обращаетесь к инспектору, то в соответствии с 64 приказом вы имеете право обратиться. На каких целях? В смысле? Я интересуюсь, имеются признаки преступления. Пожалуйста, вот дежурная часть... Мы задаем вопрос. Подождите, вы сейчас вмешались. В какой должности? Я являюсь инспектором отдела ДПС. Можно ваше удостоверение познакомить, так как вы ко мне обращение сделали? Сейчас мы продолжим. Так, Чебесов, Владимир Александрович, инспектор. Все очень приятно. Вы все сказали, что хотели? Да, конечно. Хорошо, спасибо. У вас есть сообщение о преступлениях? Ну, мы не с вами взаимодействуем сейчас. Вы зачем вступиться хотите или что? Ну, тогда, если у нас будет вопрос, мы вам зададим. Наумов, ответьте, пожалуйста. Вы не совершали никакого преступления? Нет, я не совершал. Я отвечать на ваши вопросы не буду. Не будете. Вы вот только что проконсультировались. Вам сказали ваши коллеги. Теперь вы у нас будете, как вы думаете, где? В казенном доме. Вам смешно? Вы знаете, за что Чебесов? Чебесов знает. Нет? Нет, а вы только что так вот сказали, знаете. Движением вашим. Еще раз? Движением вашим головой, то, что вы сказали, дали понять, что вы знаете. Вы можете здесь остаться еще? Вы могли бы здесь задержаться? Сейчас, но мы это занимаемся. Наумов? Да. Скажите все-таки, вам не стыдно служебный подлог было совершать? Я действовал, согласно. То есть можно человека оформить, который не управлял трассовым средством? Управлял? Да. Но я на видео лично сам посмотрел, мне предоставили. Там какой-то информации нет. Человек сидел в машине более часа. Да, цитально, вадим, беру. А можно к вам пройти сюда? Можно к вам сюда пройти? Вы же, наверное, открытый, гласный, правильно? Да, я слушаю вас сразу. Секундочку, а чем закрываете? А подожди, подожди, подожди. Не, не надо, не надо. Не, подожди, почему сюда здесь закрыто, так все нельзя? Во-первых, масочный режим. Какой? Масочный режим. Да, согласен. В течение нельзя. Как его? Понятно. Что вы хотели обратиться? А можно, если масочку надели, можно пройти? С какой целью, что вы хотели? А у нас вопросы есть к Наумову. К кому? К Наумову. К Наумову? Да, да, да. Он просто скрылся. Ну, я ему хочу задать, не вам же. Я вас понимаю. Есть ли у вас какие-то претензии? Абсолютно верно. Вот. Там он на улице стоял начальник ГИБДД. Правильно? Это как его фамилия? О, Маршавин. Маршавин там был? Да, можете обратиться. А что же он, а там лицо его узнал? Маршавин, нет? Можете обратиться к нему, если есть у вас какие-то претензии, правильно? Если у вас суд был, подавите. Давайте мы сделаем так, раз там Маршавин был, мы давайте ему Маршавин. Ну, обратитесь. Так, идем к Маршавину. А куда они все делись? Поехали. Вот. Поехали в этот, в ГАИ. Да, да, да. Теперь мы идем в ГИБДД, потому что, когда пришли туда, нам сказали, что, точнее, когда мы были в самом отделе, Наумов от нас смылся, сказали, что, оказывается, на улице стоял среди нас начальник ГИБДД Рамони. Но почему там даже слова не сказал? Мы решили приехать все-таки сюда, в ГИБДД, может быть, мы его здесь найдем, Маршавин, его фамилия. А как имелось, что его? Сейчас скажу, подожди. Сходи, сходи, сходи. Николай Александрович. Николай Александрович? Да. В общем, вполне все. Что-то здесь как-то вообще. Вот ухо. Второй человек, Николай Александрович. Где, мы уже сбежали? Слушай, ты понимаешь, что двери все закрыты? Так, двери все закрыты. Так, сужим ключей, давайте посмотрим, может здесь? Так. Так. Так, закрыто. Закрыто. Так, сейчас сюда проверим, потому что там, наверное, туалет. Здравствуйте. Здесь что-то открыто, но никого нет? Есть кто живой? Есть кто живой? Что-то меня это напоминает, Лёв. Помнишь? Да, да. Это туалет, походу, походу, да. Слушай, никого здесь нет. Ох, кто-то открылся. Здравствуйте. Здравствуйте. А Николай Александрович, здравствуйте. А Николай Александрович можно увидеть? Маршавина. Что вы хотели? Да поинтересоваться хотели. Ну, что именно вас интересует? Ну, хотим задать вопрос конкретно. В рабочее время обращайтесь. Так, а что у нас? Сейчас мы хотим задать вопрос. Сейчас не рабочее время. А Маршавина как можно увидеть? Я Маршавин. А, вы Маршавин? Да. А, вот, я лицо вас знакомого. Вы раньше у нас, во втором атальоне у нас были. В первом, Вадим Ильич. Первом, да? Все, точно. Послушайте, ну, у вас здесь беспредел. Вы в курсе? Ну, ведем. С Наумовым. Ведете? Наведете в порядок? Скажите, ну в курсе ситуация с Наумовым? У вас гражданин? Я не в курсе. Вы, пожалуйста, в приемный день обращайтесь. Да я вам, как сотрудник полиции, полиция гласно открытая. Я понял. Получается, у нас не град, не гласно не открытая полиция. Вы, вот, допустим, Витал Владимирович Рыженин, комбат, да? Мы сравниваем даже. Без всяких проблем в любое время можно обратиться. Всегда посуществует. А я к вам не домой пришел. Ну, вот, а я сейчас в нерабочее время здесь. Как? Ну, вы по форме. Ну, я в нерабочее время еще раз. В нерабочее время? Нет. Я сейчас в нерабочее время не работаю. Ну, раз мы здесь встретились, вы можете ответить, сказать, вот, дать ответ? Я не знаю. Наумов в курсе ситуации с Наумовым, как оформил материал? Я не знаю, какая ситуация сейчас. Ну, вот, у меня к вам огромная просьба. Потому что, если комитет будет написать заявление, по факту служебного подлога, вообще, должностное преступление. Я помню. Превышение должностных полномочий. Что вы в курсе были? Вот данного гражданина оформили по 12.8, якобы он управлял. Есть видео полностью, в котором видно четко, что он не управлял транспортным средством, а его оформили по 12.8. В суд сейчас был, постановил лишить, оно будет обжаловано. Но, фактически, имеется должностный подлог. Вы, скажите, будете проводить служебную проверку по этому поводу? Вот я вам сейчас обращение делаю, как гражданин. Значит, сначала проведут его компетентные органы, рассмотрены, будет следственный комитет. Я к вам делаю устное обращение. Значит, он будет следственный комитет. Вы проводите, будете проводить проверку? Значит, проведем. Ну, надо разобрать ситуацию. Я же не в курсе ситуации. Вот, я говорю, Наума в курсе, просто на шестом. Хорошо, мы со своей стороны на следующей неделе будем подавать заявление об следственный комитет. Ну, ваше право, я же не могу. Скажите, а в том кабинете вообще кто-то сидит, который там открыт? Ну, в смысле открыт? У нас все закрыто. Не, просто тот кабинет открыт, я просто к чему? Что значит открыт? Вот сейчас дверь открыта, вот сейчас она закрыта. Да, вот смотрите, а я там свободный доступ, то есть я к чему? В смысле свободный доступ? Свободный доступ, объясню. Ну, я здесь отхожусь. Смотрите, просто я мог бы взять, но вот компьютер какой-то взять, системник, просто вынести. Не надо, системник просто. Ну, просто я вот о чем говорю. Ну, это была бы краша. Согласен. Так вот у нас бывают такие ситуации. Поэтому, чтобы не было таких ситуаций, лучше держать закрытые, хорошо? Хорошо. Все, спасибо, надеемся на вашу реакцию. Нет, нет. Наумова нужно уволить и привлечь к уголовной ответственности. Ну, это уже... Это уже дело будущего, я согласен. Ну, разберутся там, наверное, люди консистентные. Согласен. Будут его там сажать, не будут. Мы же не сажаем. А я вспоминаю, да, точно, на 1-м батальоне были, да. Ну, вы достаточно всегда были положительным сотрудником полиции. Атаку, бардаку вас, но наведете. Наведете порядок. Здесь я работаю недавно. Понял. Поэтому я вам не могу сказать, что там была за ситуация, когда там его оформляли и при каких обстоятельствах. Раз будет заявление, значит, будут разбираться. Будут там куда в Следственный комитет, значит, в Следственный комитет будет разбираться. Все, ну, я очень надеюсь, что если наведете порядок. Мы не собираемся там что-то препятствовать. Ну, если есть вина сотрудника, значит, он ответит. Правильно. Если есть вина гражданина, значит, гражданин должен ответить. Абсолютно согласен. Вы, по-моему, такой тоже позиции. Все верно. Прежде всего придерживаться. Абсолютно верно. Ну, все. Хорошо. Я думаю, мы друг друга помним. Все, тогда до свидания. Всего доброго. До свидания. Вот это вообще надо же пойдем. Представляешь, я его просто лично знаю. Он в первом батальоне был командиром взвода. Не помню, какого. То ли центрального. Ну, в общем, то ли зам командира. Но это реально такой положительный инспектор всегда был. И вот в такую бардаку попал в Рамонь. Я представляю, сколько трудов ему будет здесь навести порядок. Пора бы, кстати, маску снять. Ну, в общем, посмотрим на результаты. В ближайшее время, точнее, на следующей неделе будет подано, сегодня пятница, сегодня какое у нас число, кстати? Сегодня 12 число. День сегодня России, да, у нас? Значит, будет подано в Следственный комитет заявление по факту, значит, имеющегося признаку преступления должностных вот этих вот лиц. Ну, и, соответственно, будем ждать разбирательства. Также адвокатам готовятся сейчас жалобы на постановление мирового суда, так как, значит, Алексея привлекли к ответственности, где мы считаем незаконно и необоснованно. Значит, и настоятельно рекомендуем суду районный, который будет рассматривать эту жалобу, обратить внимание на все обстоятельства, которые имеются в этом деле, точнее, в видеозаписи, которые точно свидетельствуют о том, что Алексей не управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Это сфальсифицированное дело, и за это должны ответить все, в том числе тот судья, который выносил это решение. Если вы со мной согласны, поддержите нас репостом, лайком и комментарием. Обязательно распространить это видео, где только это возможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин